всем привет в эфире континент меня зовут игорь цисарский сегодня 16 февраля традиционный информационный выпуск который веду я но обстоятельства сложились так что я решил немного изменить формат именно в этот день именно в эту неделю потому что произошло событие которое захотелось обсудить с человеком компетентным наши американские традиционные новости вы естественно сегодня услышите только о них расскажут игорь туфель и миша гирштейн а мы сегодня с нашим другом григорием амнуэлем режиссером сценаристом и общественным деятелем но и публицистом естественно вы его читаете на страницах континента поговорим о том событие которое произошло в россии то есть о котором сейчас все трубят естественное информационное агентство телевизионные станции газеты напишут политики говорят высказывается ушел из жизни алексей навальный ну как многие предполагают и мы с гришей наверно тут тоже солидарны что ушел это означает убит вот а вот россия с путиным но теперь без навального давай вот с этого начни пожалуйста лишь сказать добрый вечер как-то не получается добрый день тоже определенный период времени сравнительно недавно всегда рассуждали самый тяжелый месяц августа всегда черт происходит войны начинаются на границе 1 2 3 так далее революции прочее но похоже что февраль для современной россии становится еще более страшным месяц буквально в эти дни уже достаточно давно что страшно произнести был убит борис немцов два года назад в эти дни началась самая страшная фаза войны войны которую я иначе как мировой назвать не могу не имею прав хотя понимаю что многие со мной не согласятся и будут рвать на себе тельняшку и кричать что это региональная война и сегодня новая весть весть о том что не стало алексея навального фигуры важнейший по крайней мере в последние двадцатилетия российской политической истории фигуры харизматичной кому-то нравишься кому-то не нравишься не в этом вопрос вопрос заключается в том что он хотел и был политиком он хотел стать президентом российской федерации и не скрывал и делал все для того чтобы им встать и участвовал выборах и так далее так далее так далее не буду перечислять весь путь алексей ни в коем случае он чудом выжил мы знаем что целый ряд других людей в подобных ситуациях увы были невозвратны он выжил на самолете который прислала ангела меркель его вывезли поставили на ноги вылечили ну или залечили правильнее сказать потому что мы слишком плохо знаем можно ли вылечить от этого до конца он мог бы остаться в германии или в америке много где мог бы остаться из в общем тихо спокойно жить стать бюлгером стать средним классом читать лекции в каком-нибудь университете писать статьи в каком-нибудь журнале да много чем мог заниматься но он себя считал политиком поэтому он принял для себя единственное решение который мог принять политик вернуться в страну которую он хотел менять как менять это уже вопрос риторический и можно ли вообще одному человеку даже с некоторой команды изменить страну которая из века в век является то тюрьмой народов то империи зла страны которая представляет опасность и не только для граждан соседних стран а страны представляющие прежде всего опасность для граждан своих собственных что уникально большинство стран они в общем более опасны для соседних ну как так по истории складывать а тут вот уникальный случай который заслуживает не книги гиннесса скорее он заслуживает чего-то типа ниренбергского процесса но увы только идут разговоры и далеко уже не первое десятилетие а воз как говорится и ныне там когда арестовали в аэропорту шереметьево при возвращении я сказал сразу меня много этому свидетелей он никогда не выйдет некоторые говорили более мягкой форме он не выйдет пока же путин пока есть этот режим я говорил именно так как я говорил потому что к сожалению проблема не в одном человеке и даже не в группе товарищей и даже не только в одной организации которой прошито все российское советское советское общество да и постсоветское тоже проблема в том до чего доведен ну тот народ который известный товарищ сталин назвал советским народом то что сегодня произошло к сожалению закономерный итог то что это умер или убийство ну в общем оба слова начинаются в русском языке как вы знаете с буквой ум и не такая большая разница важно что человек и не стало и он уже безвозвратная потеря как это звучит на языке войны а мы на войне то что именно навального в одном списке со всеми теми кто был убит до него и внутри россии и в грузии и в чечне и разумеется в украине что в одном списке с теми кто был убит в израиле и вообще во многих местах где что называется россия и власть приложили свою руку кровавую преступную руку это с моей точки зрения совершенно однозначно что какой вывод надо из этого сделать сложить руки купить белую простыню и ползти куда-то срочно ехать на край земли ну современная война к сожалению она уже не позволит мне на каком берегу быть с нею не с звучным она всюду достанет поэтому единственная возможность которая существует это сопротивление 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 всех тех кто запуган тех кто куплен тех кого шантажируют тех кто просто труслив по натуре ну не все люди герои многие трусливы это обычное человеческое свойство с этим ничего нельзя поделать так же как человек смертен так же он и труслив но другого выхода не существует до тех пор пока мы будем неважно в эмиграции или внутри страны хотеть быть гражданами великой страны все величие которые в количестве танков ракет автоматов ну и квадратных километров они как не в жизни абсолютного большинства населения страны до тех пор подобный список жертв феврале да и в любом другом на самом деле месяц будет продолжаться бесконечно найдется новый человек на месте Алексея на Алексея Навального возможно да возможно нет но вопрос не в человеке возник вопрос в обществе которое должно задуматься потому что один человек перевернуть эту глыбу исторического развития государства под названием российская федерация россия российская империя советский союз не сможет и нужна немаленькая команда почему мы проигрываем да потому что наши враги сплочены мы конечно очень много рассуждаем об одной башне а другой кремлевский башни но они сплочены чем они сплочены деньгами преступлениями это уже другой вопрос но они сплочены а у нас у тех кто не хочет жить под их игом ни там ни тут нигде у нас на это не хватает воли сказать что мы никто ничего не понимаем было бы неправильно было бы оскорбительно понимаем и хорошо понимаем как не нужно но ничего не хотим сделать для того чтобы объединиться не под каким-то лозунгом какого-то вождя а для того чтобы объединиться и изменить раз и навсегда ситуацию и жить чтобы люди могли не в великой стране а в нормальной а сколько у нее будет квадратных километров и каково будет количество ее населения не суть важно важно чтобы жили люди по-человечески вот то что я хотел сказать да извини я тебя да все таки перебить хотел бы потому что то что ты сейчас озвучил перейдя от алексея навального вообще к ситуации общей это очень важные вещи которых я вообще как-то отдельно хотел поговорить не в рамках небольшой информационной программы почему потому что все эти обсудить термины о хороших русских так называемых хороших ну и прочее прочее в общем-то беззубой оппозиции я не не хочу раздавать сейчас оценок я хочу вернуться к алексею и один еще вопрос буквально мы понимаем что эта фигура знаковая к нему очень разные отношения разных людей это тоже понятно но сослагательное наклонение здесь уже закончилось вот если бы он стал правителем он не стал уже не станет поэтому все спекуляции на эту тему уже бесполезны силу того что мы не знаем каким он был чтобы он делал важно что он был и что он оставил след и наверное важно что так или иначе он противостоял вот этому бандитскому кремлевскому режиму значит уже свою какую-то наверное положительную роль он в этом сыграл дальше сейчас это случилось это сегодня взорвался интернет взорвалось все но мне хотелось бы вот о чем спросить тебя как ты связываешь ли именно смерть его вот в этот момент с псевдовыборами которые в партии будет проводить путин и дальнейшими его шагами потому что он наверняка будет торопиться учитывая что в ноябре в америке могут произойти события которые он не хотел бы чтобы произошли спасибо за вопрос и он действительно важный как раз в общем собирался к нему перейти но в начало я еще одну фразу скажу сегодня во многих городах россии в тех городах которых происходили преступления двадцатого века уничтожение людей где остались не заживающие раны гулага люди несли цветы где-то больше где-то меньше неважно люди несли цветы и это важно это знаково это хорошо но сегодня стали воле-неволе я например задумался о том а что вот будет чуть-чуть через несколько дней потому что так или иначе алексей нужно хранить потому что по российским законам он не приговорен был к смертной казни потому что тех кого приговариваются в россии смертной казни тело не отдается родственникам ни в коей мере таковы законы этого гуманистического государства алексей просто умер или ему просто убили или довели до смерти в уголовном кодексе целый ряд трактовок данной ситуации выйдет ли народ на похороны как они будут может ли супруга юля который сегодня говорил на мюнхенской конференции прилететь чтобы похоронить своего мужа отдадут ей тело или найдут сотню медицинских разных противопоказаний и отдадут урну но они обязаны что-то сделать превратятся похороны алексеев то что ну скажем было восьмидесятом году во время похорону владимира высоцкого ни в коем случае не проводя параллели между владимиром семеновичем и алексеем именно я говорю о реакции людей а не дождественности этих двух людей и ту той роли которую они займут в истории русского мира если угодно или вообще как бы в истории человечества может быть для кого-то по крайней мере вот этот вопрос очень важен если найдут смелость как вы оцепленный зачищены москве миллионный выйти есть перспектива какая-то или алексей не зря сделал все то что он сделал если нет то никакие выборы на которых уже даже знаменитые высказывания опять же сталина о том что не важно как голосует важно кто считает даже это формула уже кажется какой-то детско-садовской она уже не серьезно в современную ситуацию это будет как раз с моей точки зрения момент истины для российского общества прежде всего находящегося в стране разумеется даже выйти к зданию российских посольств консульств который почему-то все еще есть в мире почему-то объявляя огромное количество санкций никто не решается ни один политик объявить войну преступному режиму разорвать дипломатические отношения которые если это сделать то мгновенно прекратятся и экономические связи и культурные связи и прочее 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 и нечего делать в том числе скажем на земле соединенных штатов америки разным не бензин как нечего им делать и в других странах относительно того что путин боится выборов в америке нет боится путин уже давно ничего не боится да и они ничего не боятся по одной простой причине они уже совершили столько преступлений и внутри страны и за ее пределами что прекрасно понимают что обратной дороги у них нет и кто-то лучше из американских президентов кто-то хуже для них в германии во франции это совершенно не играет для них роли в том интервью который недавно взял американский карлсон у российской серости серость абсолютно правдиво и честно во всем призналась она призналась что польша развязала вторую мировую войну она призналась что ну вообще-то как бы весь мир должен принадлежать россии не вы можете сохранить свой замечательный красивый звездно-полосатый флаг но решать за вас что вы будете делать и как вы будете жить будут в кремле украинцы грузины таджики эстонцы латыши узбеки легко поделятся с вами опытом того как они прожили кто-то 70 кто-то 50 лет в этом проблема когда-то за подобные меньшее преступление чем совершила россия советский союз как и нацистскую германию изгнали из лиги наций сегодня организация огненных наций ну в общем грубо говоря говорит фразу не все так однозначно очень модную москве колонны машин большегрузных на границах с россией стоят сутками не пустые и там не только запрещенные колбаса сыр напитки и прочее прочее там все что угодно я очень рад за киргизию который за последний год в десятки раз граждане киргизии купили больше новых мерседес я не верю и никто не верит и президент киргизии не поверят в то что так неожиданно за год разбогатели граждане его страны десятки раз вырос обмен между вступивший в нато финляндии и тем же узбекистаном киргизии казахстан мы все знаем поэтому вопрос при всем огромном важности для всего мира того кто будет президентом соединенных штатов америки только того как вы проголосуете а голосовать будете только вы как и в любой стране это право принадлежит гражданам и чужое мнение не гражданина в принципе оно не должно на вас влиять и это неправильно говорить а вот мне нравится это а мне не нравится вот вот получишь паспорт тогда и говори а пока поговорим о своем за то что он выбран определенная ответственность всегда лежит на тебе на мне безусловно лежит в том числе тоже ответственность за то что президент россии тот кто есть другой вопрос что я считаю что к сожалению 2000 году выбора не было ну то есть выбор был по званию а по происхождению нет ну просто выбрали самого маленькую звездочку всего-навсего майора с одной звездочкой могли выбрать генерала не уверен что было бы лучше может быть даже было бы быстрее майору все-таки надо было немножко подрасти немножко окрепнуть в мыши поэтому отвечая на твой вопрос еще раз подчеркну вы решаете кто будет у вас президентом и вы будете отвечать за то если вы выберете не от того президента и если вы выберете ошибочно ошибочка гриша дорогой мой мы здесь можем дискутировать но не тот час конечно я тебе скажу был 2020 год дальше не буду продолжать наши зрители слушатели прекрасно знают отношение континенту к тем выборам 2020 года и последующим событием в том числе и закрытием нашего канала тоже поэтому я не буду об этом наверное последнее что скажу и все равно я считаю несомненно то что так или иначе влияние того кто будет в белом доме как как бы этот кремлевский сиделец не хорохорился и щеки не надувал он все равно не соглашусь я с тобой все равно он думает об этом потому что потому что них при всем беспределе который он развязал и когда вот вот о чем он перестал думать о том что любого кого он хочет теперь просто из жизни вывести он это делает не задумываясь фактически поэтому раньше мы могли сказать еще во времена там когда литвиненко устраняли и других еще так во времена рейгана да но это тогда еще друг вообще другая история тогда еще советский союз был а я имею ввиду уже в современной россии все равно был период когда любая знаковая смерть она в общем я готовилась обсуждалась и не и не и не так вот принималась вот так одним щелчком сейчас это по-другому сейчас жизнь человеческая и так ничего не стоило сейчас она еще в большей степени но я опять же не о судьбе будущего россии там вот не один вопросы очень короткий ответ на тебя хотел бы получить в итоге алексей навальный победил алексей навальный победил если произойдет то что я только что говорил хотя бы на его похоронах и так далее если они перерастут во что-то больше если мы забудем в абсолютном большинстве а его смерти как забыли о бесслане но то есть а литвиненко и политковской борисе немцове и эскемировый и так далее так далее можно долго перечислить чекачихин и прочее то тогда к сожалению зря то тогда напрасная жертва тогда не напрасно но он пришел в историю но я и политики довольно серьезная позиция другое дело что такой ценой входить в историю хорошо гриш мы вышли немножко за рамки информационного выпуска я тебя по-любому благодарю за искреннюю и и честную беседу это как всегда у нас но еще в конце все-таки хочу от канала от себя я думаю ты присоединишься выразить соболезнования семье и близким алексея навального ушедшего из жизни разумеется да и я скажу то что чем я заканчиваю и начинаю свои передачи мир вашему дом и думайте анализируйте спасибо и до новых встреч